И мы в Думае! Только немного сегодня облачно. Как думаешь, поверят? Наверно, вряд ли. И мы в Узбекистане! Сегодня, правда, облачно и погода не очень, но, как видите, тепло, но куртка за кадром висит. Ты снял в Узбекистане? А в Дубае снял? Ну, срежу, значит. Из облачной пустыни я записываю это видео и хочу поделиться с вами, что в ближайшее время на моём ютюбе будет новая глава о жизни в Узбекистане, где я буду рассказывать про быт, про традиционную еду, про то, как мы справляемся в чужой стране, выживаем, обустраиваемся, с кем знакомимся и вообще как живём. Так что подписывайтесь, ничего никогда не бойтесь. Если поставили цель, обязательно к ней идите. Так что приятного просмотра, ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. А первый город, который мы посетили, это Заравшан. Здесь поженились мои родители, а также есть друзья, которые помогают с оформлением документов. Сходили мы в центр торговый и накупили на 50 тысяч сумм. На русские деньги это около 250 рублей. Мы купили кока-колу 0,5 за 25 рублей. Офигеть цены, да? А теперь лайфхак. Как понять, что человек не местный? Всё довольно просто. Дети без шапки, мужики нараспашку. А вот мы. Мы приехали в Заравшан вчера, поздно ночью, точнее рано утром. И за вчерашний день мы не успели сделать симки, но успели прописаться в квартиру, временную прописку оформить на целый год. Но об этом я немножко попозже расскажу. Сейчас про симки. Обязательно на территории Узбекистана нужно зарегистрировать свой телефон. Иначе его заблокируют. Не симку заблокируют, а именно телефон. Поэтому первым делом мы пошли, купили. Точнее мы зарегистрировались, потому что без зарегистрации нельзя купить сим-карту. Без сим-карты нельзя зарегистрировать телефон. Всё логично. Поэтому первым делом мы зарегистрировались, поехали, купили симку. Но так как не успели, всё работает там до 5-6, мы пришли сегодня и попали в обед. Мы взяли симки и идём сейчас на почту, чтобы нам дали местный мейл и мы зарегистрировали телефон. Посмотрим, как это будет. Сейчас мы дождёмся окончания обеда. Вот и появимся на связи наконец-то. Надо заполнить вот такое заявление на свой телефон, указать модель, марку и свои данные. Вот так выглядят симки. Вот договор. Сейчас будем заполнять. Вот образец. Мы вышли из ада, точнее из почты. Кто ругается на почту в России вообще? У нас работают золотые работники по сравнению с тем, что здесь происходит. Мы отдали паспорта, стояли одну очередь, забрали бумажки. Потом сказали, идите в другую. Всё на русском хрен поймёшь. Ну, ничего страшного, да. Потом отстояли в другую очередь. Нам отдали одну. Потом сказали, опять же, в ту же очередь ещё раз, по сути. Ну, короче, в одной и той же очереди стояли, наверное, раза четыре. Она почти не двигалась, чтобы просто подать документы, отстояли очередь. Забрать документы, отстояли очередь. Чтобы отдать денежку, отстояли очередь. Так ещё они потеряли наши визы, основной документ после паспорта у нас здесь. Какие бумажки, мы ничего не знаем, какие, где, чего вообще. В общем, эмоции полные штаны. Не знаю, смутные. Ну, про стоимость сим-карты. Всё как в России. Выбираешь тариф. Выбираешь, что тебе больше надо. Звонки, интернет. И покупаешь симку с этим тарифом и оплачиваешь. Мы купили тариф за двадцать тысяч сумм. Это примерно сколько? Сто с небольшим рублей. Окей, у нас там десять гигабайт, безлимитные звонки и сколько-то сообщений. В принципе, нам сообщений и звонки не нужны. Попробуем через приложение Beeline убрать, чтобы добавить больше интернета. Так что, в принципе, связь тут не очень дорогая. Главное, зарегистрировать свой телефон в течение суток после того, как доставил сим-карту в телефон. Очень интересно, что многие первый этаж делают выход в собственный. Вот такой вот. Интересно то, что обувь рядом с подъездом, условно говоря, стоят. А выглядит это примерно вот так. В Саршане даже есть такое. Называется Аквапарк Боги. Ну, к своему мнению, оно не работает по погодным, наверное, причинам. Но в таком маленьком городе есть аквапарк. Вообще круто. А вот и запрещеночка подъехала. Склад Кока-Колы. Там большие поддоны Кока-Колы. Пепси стоит. Вот. Может быть, нам сейчас получится немножко заснять, что там реально очень много Кока-Колы. 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 Рассказываю про опыт нашего поиска съемной квартиры в городе Заравша. Заблаговеременно мы нашли несколько номеров. Вчера созвонились и пошли смотреть эти квартиры. Сразу обговорю стоимость, чтобы вы представляли, какие мы квартиры искали. Нам говорят 250 долларов в месяц. Это примерно на русские деньги 15,5 тысяч рублей. Окей. В нашем представлении за 15,5 тысяч квартира должна быть хорошо устроена, как минимум чистая, опрятная, с мебелью, где можно поспать, там приготовить еду и так далее. Вчера заходим в эту квартиру и что видим, за эти 250 тысяч мы получаем грязную квартиру без мебели. На вопрос, а где спят, люди нам отвечают, ну узбеки снимают и привозят с собой на чем спать. Поэтому как бы решайте сами, но мы можем разложить диван, который выглядит в 100 летней давности, который ни разу не чистили, не мыли и возможно там живут хлопы. Вот. Все грязное. Слово подходит вам жадник, честно, за 15 тысяч рублей. Окей, пошли на другую квартиру. Однокомнатная, еще хуже. Говорят, предыдущие квартиранты сломали стену, вот тут поэтому так неопрятно. Но эта стена меньше из того, что мы там видели. Примерно все то же самое, нет мебели, все грязное. Ремонт был сделан, может быть, 100 лет назад, а то и больше. Ни разу, мне кажется, там не мыли, не чистили ничего. Но зато стоимость квартиры была 160 тысяч сумм в месяц, по-моему, да? Ну, на русские деньги это было 10 тысяч рублей в месяц. Поэтому мы вчера в небольшом культурном шоке, какие квартиры здесь предлагают сдавать и за какие цены. Так что продолжаем поиски дальше, но через две недели, ну, через две с половиной недели мы планируем поехать в Ташкент. И вот там тоже начнутся поиски этой квартиры, потому что из-за наплыва русских цены взлетели почти в два раза. Поэтому, надеюсь, мы что-нибудь найдем, но я уверена, что мы что-то найдем, но не по тем ценам, которые планировали. Мы купили почти два килограмма хурмы шоколадной. Все вышло это на 15 тысяч сумм, на русские деньги это 75 рублей. Ну, конечно, мы думаем, что это нас по-любому обманули, что она дешевле стоит, но все равно 75 это немного. Представьте обычное российское колесо от обычной машины. Представили? А теперь представьте обычное узбекское колесо в пустыне. Вот таких вот размеров. А если тебе понравился такой формат видео, ставь лайк и поддержи мне комментарии. Стоит ли продолжать меня снимать или нет? И чтобы тебе было интересно узнать. Субтитры создавал DimaTorzok